Государственная Дума будет рассматривать два вопроса по инициативе фракции КПРФ. Первый вопрос это о внесении изменений в закон энергосбережения и жилищный кодекс. Вот этот закон люди ждут, наверное, вот все это перестроечное время. Дело в том, что страна перешла к рыночным отношениям, а в жилищно-коммунальном хозяйстве отношения остались прежними. И самое главное, что поставщики коммунальных услуг сегодня занимают такую позицию. Хочешь, чтобы мы тебе предоставили услугу, вот выполни наши условия, а не выполнишь, мы тебя отключим от газа, от воды, от канализации, от чего угодно. А вот рыночные отношения, они предусматривают другие отношения. Поставщик заинтересован поставить услугу любой ценой, только чтобы получить деньги с потребителя. Вот этого, к сожалению, у нас нет. Вот на сегодняшний день мы будем рассматривать вопрос о том, кто должен эксплуатировать водяные, электрические счетчики. Потому что из-за этого возникает много проблем у наших потребителей. Мы в своем законе написали, что ответственность за эксплуатацию, техническое освидетельствование, установку, должна нести организации, которые поставляют услугу. Так, в мировой практике. Потому что человек, который эксплуатирует газовый счетчик, он не знает срок действия, он не знает срок эксплуатации этого счетчика, он не знает, как его эксплуатировать, как ремонтировать. Он говорит, он должен всегда обращаться в эксплуатационную организацию. Так пусть эта эксплуатационная организация сама и контролирует работу этого счетчика. Дело в том, что дошло до маразма. Люди, ну не знаю технической документации по эксплуатации счетчиков, к ним среди зимы приходит работник, допустим, газовой службы. И говорит, что надо пересвидетельствовать счетчик, если вы не заплатите 500 рублей, мы вам газ отключим. И люди вынуждены платить деньги только из-за того, что предъявляются требования. А на самом деле никаких таких требований не положено. И согласно нормативных документов, газовые счетчики освидетельствуются в течение двух лет, через каждые два года. Но люди-то не знают. Вот поэтому мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы все приборы учета, которые учитывают потребление коммунальных услуг в наших квартирах, были закреплены за эксплуатационными организациями. Ну, Совет Федерации, когда там Комитет по экономической политике рассматривал этот вопрос, приняли единогласно, что так и должно быть, так говорит мировая практика. Ведь мы приходим, допустим, в Сбербанк. Мы же не приходим со своим банкоматом, со своими счетными приборами, с счетными машинками. Нам все предоставляет Сбербанк. Когда мы летим в самолете, нам предоставляется весь комплекс услуг, мы только платим за билет. Почему коммунальные услуги представляются вот таким вот образом? Даже, ну, взять в глобальном масштабе, Газпром. Газпром наш газифицировал все страны Западной Европы. А у нас газификация 60% всего-навсего. 40% людей до сих пор еще не газифицировали свои жилища. И Газпрому это не нужно. Ему главное работать на Запад. А вот внутри страны никому не нужно. Надо тебе плати, покупай, выполняй условия Газпрома, тогда мы тебе подадим газ. Вот такого быть не должно. Вот сегодняшний закон, который, я надеюсь, будет принят, он как раз возлагает обязанности на эксплуатацию и техническое свидетельствование счетчиков на эксплуатационные организации. И второй вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, это, наконец, согласование правительственного часа по вопросу роста цен на бензин. Ну, вся общественность просто возмущена тем, что бензин растет безудержно. Кто виноват? В чем дело? Виновата прежде всего правительство. Когда мы принимали бюджет на этот год, были заложены повышения акцизов с января месяца на 50 копеек и с июля тоже на 50 копеек. Ну, понимаете, был период избирательной кампании, и власти договорились с нефтяными компаниями, чтобы они этот акциз пока не повышали. Они не повышали, но в апреле, когда закончилась избирательная кампания, они стали вдвое повышать этот акциз, потому что они должны наверстать и пущены то, что им было положено взять. Ну вот, цена и взлетела. Весь вопрос заключается гораздо даже сложнее. Нам правительство все время навязывает налоговый маневр. Что это такое? А это, проще говоря, вопрос такой. Для иностранных потребителей правительство снижает вывозные пошлины, то есть снижает им цену, а для того, чтобы компенсировать нефтяным компаниям доходы, увеличивает за счет налогов внутри страны. Вот таким образом у нас растут акцизы, НДПИ постоянно, только из-за того, что работает налоговая маневра. Вот сегодня мы будем ставить вопрос, чтобы убрать этот налоговый маневр, чтобы не росли цены за счет налоговой нагрузки внутри страны, чтобы пусть отдуваются за эти цены западные партнеры, а не наш нищий народ. Там, слава богу, зарплата в 2-3 раза выше, чем у нас, пенсии в 2-3 раза выше, чем у нас. Почему у нас бензин сегодня дороже? Вот я делал, допустим, маленькое сравнение. 40 рублей на российские деньги бензин в Соединенных Штатах, но там 360 тысяч зарплата средняя, а у нас 36 тысяч зарплата и 42 рубля литра бензина. Это правильно? Нет, это неправильно. Вот сегодня мы будем ставить перед руководством страны, чтобы наши госмонополии, которые и существуют для того, чтобы иметь рычаги у правительства, ну, в вопросах ценообразования, чтобы государственный сектор как-то нивелировал вот те цены, которые могут расти, а могут и не расти при помощи ценообразования в крупных нефтяных и газовых компаниях. Они сегодня свою роль не выполняют, они как раз сами становятся инициаторами повышения цен, а этого быть не должно. Вот на правительственном часе мы и будем обсуждать сегодня эти вопросы, какие меры правительство должно принять для того, чтобы цены на бензин и на другие товары не росли. А эти цены, вернее, эти меры мы сами обозначим и подскажем правительству на правительственном часе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok